Всем привет! Меня зовут Виктор Поцелуев. Я геймдизайнер компании Picsonic, вот уже три года. До этого еще в других местах успел поработать. И я вам сегодня постараюсь в общих чертах рассказать, что вообще за профессия такая геймдизайнер. Соответственно, чем они занимаются, потому что, когда я только устраивался, у меня было уже какое-то представление о профессии, оно немного отличалось от того, чем они занимаются на самом деле. И, соответственно, индустрия еще очень молодая, терминология даже не утверждена между разными компаниями, и геймдизайнеры везде занимаются разным. То есть их сфера деятельности зависит как от продукта, над которым они работают, так это от размера команды и от многих других факторов. Соответственно, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их мне, можно в Дискорде, я их там увижу, можно в чате отвеча. Соответственно, я на них на все отвечу после презентации, времени будет полно, все обсудим. Сейчас давайте перейдем к презентации, я вам начну рассказывать. Соответственно, какой бы ни была специализация геймдизайнера, ему так или иначе придется заниматься следующими вещами. Это создание концептов. То есть у вас есть какая-то цель. Всегда концепт преследует какую-то цель, а не делается для того, чтобы просто сделать. И вы, как дизайнер, что, кстати, не связано с графическим дизайнером, как думают многие люди, когда слышат мою профессию, вы придумываете много вариантов контента или фичей об этом позже, которые, как вам кажется, соответствуют поставленным целям. Затем вы отбираете наиболее подходящий для этих целей из этих вариантов концептов, презентуете его своим коллегам, аргументируете, почему вы сделали именно этот выбор, расписываете очень подробную документацию. Очень важный навык – это написание подробной, четкой документации о том, что вы дизайните. И затем, когда вы все утвердили, все обсудили, все расписали, это передается в работу исполнителям в виде поставленных вами задач. Соответственно, исполнителями я называю артистов и программистов, которые делают необходимый арт и программирование. К слову, это первое мое представление о работе, что геймдизайнер – это человек, который делает игры, и при этом ему не нужно ни программировать, ни рисовать. Вау, замечательно. На самом деле здесь, кроме непосредственной креатива, есть также много менеджерских аспектов и работы руками, которая зависит уже от специализации. По мере работы исполнителей над задачами вы также должны следить за тем, что они все делают правильно, что вас поняли правильно, и вам нужно очень обильно с ними коммуницировать. Так что коммуникация – это для многих soft skill, так называемый, ну, не строго необходимый для геймдизайнера – это hard skill, потому что вам нужно уметь доносить свои идеи до всех-всех-всех. И, соответственно, когда все готово, когда все собрано, когда все сделано, вы должны также утвердить, что все получилось именно так, как вы ожидали. Этим, это общая часть у геймдизайнера в принципе, но в зависимости от размера компании они также делятся на, можно сказать, подклассы. И при этом это зависит от размера команды. То есть если вы работаете в небольшой команде над небольшим проектом, с очень большой вероятностью вы будете геймдизайнером-дженералистом, который отвечает вообще за все сразу, и, как следствие, все на ваших плечах, вы занимаетесь всем понемногу, не будучи при этом глубоким специалистом ни в чем-то одном. Но по мере того, как команда растет, проект растет, уже начинают появляться четкие роли. Вот какие роли выделяю я. Это дизайнер контента. Обо всей терминологии я постараюсь отдельно поговорить на каждом соответствующем пункте. Это мета-дизайнер фичей, технический дизайнер, дизайнер баланса, дизайнер экономики, нарративный дизайнер и левел-дизайнер. Все эти люди работают над дизайном игры в том или ином виде. И также обязательно стоит отметить дизайнера монетизации и дизайнеров UI. Обо всем по порядку и в подробностях. Дизайнер контента. Контент в данном контексте – это все внутриигровые сущности, все внутриигровые объекты. Как дизайнер контента вы будете придумывать пушки в шутерах, броню и оружие в RPG. В играх с персонажами, таких как Dota и League of Legends, вы будете придумывать дизайны самих персонажей, их способности, машины в гонках и так далее. То есть все, чем наполнен игровой мир. Дизайнер контента не занимается дизайном правил самого мира, он этот мир наполняет. И, соответственно, вам нужно будет подбирать много референсов. Вам нужно будет расписывать много концептов. Когда вы определитесь уже с тем концептом, который вы хотите сделать непосредственно сейчас, вам нужно будет подобрать арт-референсы максимально точные, чтобы художник понял, как вы хотите, чтобы это выглядело. Когда он будет давать вам концепты, вы должны утверждать, типа, все правильно или нет, что-то сделать, возможно, иначе. Вот, собственно, на слайде вы можете видеть одного из последних роботов, которых я дизайнил на текущем проекте. Соответственно, отрисовано это не мной, но на мой заказ. Дизайнеру контента, как человеку, нужно быть очень начитанным, чтобы у него был большой запас референсов. То есть нужно, в первую очередь, переграть во много игр, пересмотреть много фильмов, сериалов, аниме, перечитать много книг, чего угодно, чтобы было откуда черпать вдохновение и идеи. Соответственно, это непосредственно очень креативная должность, где очень много будет теоретической работы, где вы будете именно концептировать, обсуждать, концептировать, обсуждать. Но также присутствует и рутинность, потому что, когда вы уже определились точным концептом, нужно расписать документацию очень подробно. Вообще расписание документации – это общая часть у всех дизайнеров. Нужно уметь делать это грамотно, грамотно разбивать документы, грамотно описывать разные части. Но конкретно эта презентация не об этом. Это дизайнер контента. Под его поставить ему можно мета-дизайнера фичей. Теперь о терминологии. Мета – это все, что не core. Core – это основная суть, это ядро вашей игры. Очень наглядно это можно продемонстрировать на гонках. Вот сам матч гоночный, сам заезд по трассе, гонки с соперниками и вот все, что там 3-2-1 поехали и до финиша – это все core игры. Соответственно, все, что не core – это мета. То есть на примере гонок же прокачка машины, тюнинг машины, зарабатывание там, возможно, с помощью core каких-то предметов. Все лидерборды, все, что ставит игроку долгосрочные цели, отображает их исполнение и удерживает его в игре – это все мета. То есть это все то, благодаря чему игрок не отыграл один раз вашу игру. Ну, все, я здесь все увидел, закрыл, а больше никогда не открывал. Это все то, что помогает игроку возвращаться, что удерживает его интерес и делает вашу игру полноценным продуктом, а не одноразовой небольшой игрушкой. Соответственно, мета-дизайнер… Да, слово мета вообще очень многогранно, имеет много смыслов, абсолютно разные в разных компании. Соответственно, что такое мета здесь, я передал. Мета-дизайнер фичей, он занимается, по сути, тем же, чем контентный геймдизайнер, но более абстрактно. Вместо конкретных единиц контента он дизайнит функционал, он дизайнит все лидерборды, как они примерно должны выглядеть, что на них должно отображаться, по каким правилам они работают, какие-то еще сторонние активности, может быть, мини-игры. Все вот это вот, всем этим занимается мета-дизайнер. Как мета-дизайнеру вам понадобится заниматься, по сути, тем же, чем и контентному, но в более абстрактной стезе. Если вы думаете, если вы любите придумывать именно системы и как именно что-то работает, то есть больше про общие правила, то вам наверняка понравится мета-дизайнер фичей. Дальше по списку у нас идет технический дизайнер. Чем занимается технический дизайнер? Все игры так или иначе сделаны на каком-то движке. Это может быть Unity, это может быть Unreal Engine, это может быть Source, это может быть Flash, это может быть что-то ваше домашнее, то есть сделанное в вашей компании. И вот вы, как дизайнер контента, создаете, дизайните контент, например. Ваш контент, когда вы уже его утвердили, идет на работу программистом для реализации всего необходимого функционала, идет в арт-отдел для реализации моделей, текстур, анимаций, всего вот этого вот. Соответственно, когда ребята в этих отделах заканчивают свою работу, они отдают вам обратно функционал, арт – это модели, анимации, текстуры. И собирает это все никто иной, как технический дизайнер. То есть работа дизайнера – это взять данные ему вещи и собрать из них рабочую единицу внутриигровую, рабочий игровой объект. Для этого он должен связать воедино модель анимации и текстуры. Он должен настроить весь функционал в движке, правильно настроить все значения, всю физику процессов. Это, по сути, работа с продвинутым цифровым конструктором. Соответственно, если вам всегда в детстве нравилось конструктировать вещи, то, скорее всего, это вам тоже понравится. Здесь не нужно, в принципе, знать программирование, потому что, как я уже сказал, перед вами будет в идеале полный конструктор и строчки кода вам писать не придется. Но какие-то общие знания скриптования и того, как программирование в целом работает, здесь точно не помешает. Зачастую технический дизайнер – это тот же человек, что и дизайнер контента. Ты надизайнил, ты и собирай. Так что, да. Но порой это выделено в отдельную должность. Соответственно, ему надо также по факту сборки много отыгрывать плейтестов, проверять, что все работает именно так, как он настроил, что все работает именно так, как было изначально заложено дизайном и так далее и тому подобное. Также ему надо будет настраивать все, что настраивается, допустим, на сервере в админках, если это не отражено в редакторе движке. Странер баланса – это человек, который отдельно зарывается в цифры. Как мы с вами знаем, в играх вообще очень много цифровых значений. То есть сколько урона наносит ваше оружие, сколько при этом здоровья у вашего противника, какая у него при этом броня, как именно броня нивелирует наносимый урон. Он просто отнимает по значению брони или как-то в процентном соотношении или с какой-то вероятностью. Все вот эти правила взаимодействия разных значений, а также все значения, то есть сколько опыта при этом получает игрок, сколько опыта нужно, чтобы перейти на следующий уровень, как на следующем уровне увеличиваются все параметры игрока – это все баланс. Это все очень много цифр, это все очень много таблиц. И здесь же математика как наука именно в вопросах формул. То есть как все эти значения взаимодействуют между собой. Самый верный инструмент дизайнера баланса – это Google Sheets и Excel. Соответственно, понимание того, как они работают, знание базовых формул в этих инструментах – это то, что нужно дизайнеру баланса для работы. По совместительству этим занимаются, в принципе, и начинающие геймдизайнеры, потому что это все, естественно, очень монументальная задача при первоначальной разработке игры. Но когда начинающий человек приходит на готовый проект, что, в принципе, самый простой вариант, потому что при создании нового проекта нужны люди опытные, то там, как правило, уже есть какой-то баланс, уже есть готовые забаланшенные единицы контента, которые можно использовать как бенчмарки для своего баланса. То есть баланс относительно их по всем параметрам. Это гораздо менее монументальная задача, она проще, ей можно научиться начинающему человеку. Но на этом цифры не заканчиваются. Есть дизайнер экономики. Дизайнер экономики – это человек, который в ответе за внутриигровую экономику. То есть это прибыль и убыль игроков, их золота, предметов, дропов. С какой вероятностью дропы падают? То есть сколько приближения понадобится ресурсов потратить на непрямое получение для того, чтобы выфармить что-либо. Как вещи крафтятся? Сколько стоит скрафтить какую-то вещь? Есть ли вероятность того, что все ресурсы потеряются, и крафт будет неуспешным? И так далее, и тому подобное. То есть экономика может быть относительно простой, и тогда это, скорее всего, будет делать, опять-таки, дизайнер баланса. Но если в вашей игре она хоть сколько-то значимая, то это, скорее всего, будет уже отдельная должность. Вам, как игроку, точнее, как дизайнеру экономики, важно будет также работать с аналитикой по вашей игре. То есть все хорошо может быть на бумаге, но на самом деле игроки копят много каких-то ресурсов и, соответственно, ни в чем не нуждаются. В таком случае вам нужно следить на аналитических данных по общим накоплениям игроков, по тому, сколько они тратят, по тому, сколько они копят, из каких источников они в первую очередь это получают. Может быть, они не нашли где-то очень оптимальный способ фармить, который не был вам предусмотрен, и теперь они с полпинка могут покупать самый крутой шмот в игре. Это, конечно, доставляет игроку кучу удовольствия, но при этом ему довольно быстро наскучивает игра, и он ее дропает. Соответственно, если игрок может вот так вот взять короткий путь до финального контента, то игра становится неинтересной и непопулярной, и люди из нее ливают. Это плохо, поэтому поднять здоровую экономику – это отдельная задача. Особенно она важна, если в вашей игре есть какое-то подобие свободного рынка типа аукционов. Тогда вам вообще особенно важно следить за всем этим, потому что могут начаться кризисы, могут появиться перекупщики-скупщики, как сейчас с PlayStation. И это, в принципе, может мотивировать игроков, но может также отбивать у них интерес в условиях, когда они уже привыкли всем этим пользоваться более свободно. Поэтому с этим вам тоже придется следить, настраивать соответствующим образом дропы всех предметов и так далее и тому подобное. Так что меньше таблиц немножко и больше графиков, больше аналитики. Хотя, конечно, дизайнеру баланс-аналитика тоже очень нужна. То есть именно фактические показания того, сколько живут разные персонажи на карте, сколько урона они наносят и так далее. Дальше. Соответственно, есть такая должность, как нарративный дизайнер. Нарративный дизайнер – это человек, который очень много пишет. Это де-факто сценарист вашего игрового мира. Он создает лор. Он пишет все описания. Он пишет все сообщения, все диалоги. Здесь очень важна грамотная речь. Если у вас есть какой-то опыт написания текстов или, в принципе, опыт писателя, то вам это может пригодиться как нарративному дизайнеру. Справедливости ради стоит отметить, что на эту работу не часто берут начинающих людей без опыта. Потому что если игровой мир настолько сюжетен, настолько сложен, что там нужен отдельный нарративный дизайнер, то туда, скорее всего, берут опытных людей. И учиться нарративному дизайнеру, как-то неправдоксально, нужно на должности, на проекте, где нет отдельного нарративного дизайнера. Потому что если это не слишком сюжетный проект, то за написание всех соответствующих текстов отвечают другие дизайнеры. Это дизайнеры контента и дизайнеры фичей. Соответственно, дизайнеры контента пишут сами описания для своих контентов. Все дизайнеры фичей пишут сами все тексты, которые там участвуют. Это, соответственно, также включает в себя работу с локализациями, переводами, отслеживанием того, чтобы все было грамотно. И когда вы научились писать, работая над чем-то другим, можно уже проявить себя и попробовать устроиться на нарративного дизайнера. Тут гораздо больше описаний, чем в других местах. Конец. Отдельная, вот прям самая часто выделяющаяся в отдельную должность должность. Это левел-дизайнер. Левел-дизайнер – это человек, который буквально на кубах создает разные внутриигровые карты. То есть вот как вы можете видеть на криншоте, это прототип карты из нашего проекта. Здесь нет текстур, здесь нет красивостей, здесь важен функционал. То есть левел-дизайнер в ответе за создание всего окружения, за все стратегические точки, все укрытия, все точки спавна противников, все точки спавна таких предметов, как аптечки, патроны. Все это должно быть грамотно расположено в окружении, чтобы можно было стратегически обойти игрока, отойти за аптечкой. Все это должно быть плавно играться. Если ваша игра – это матчи между двумя командами, то их начальные условия должны быть равны. Это тоже отдельная наука. Если у вас случайно игроки спавнятся слева или справа, и при этом по статистике правые выигрывают в 70% случаев, то у вас плохо задизайненный уровень. Если, соответственно, у вас какая-то сингловая игра, то важно уметь вести игрока по уровню так, чтобы все было ему интуитивно понятно. Если вы играете в игру, и вы застряли, вы потыкались в каждый угол, и вы не понимаете, куда идти дальше, что происходит, то это оплошность левел-дизайнера. Также, если это, грубо говоря, не коридорная игра, а действительно есть местность, где можно походить, поисследовать, должно быть также четко понятно, где, куда нужно идти по сюжету, где продолжение сюжета, чтобы можно было сначала исследовать все остальное, потому что очень много людей любят сначала пылесосить карту, потом уже идти дальше по сюжету. И если игрок вот неправильно понял, где сюжет, пошел по второстепенной дороге, а там катсцена, и все, он не может вернуться назад, то это фрустрация для игрока. Это оплошность левел-дизайнера. Так что уметь вести людей самих по картам, уметь невербально показывать, что где находится, чтобы все стратегические точки были заметны, чтобы что-то спрятанное было приятно находить. Это все работа левел-дизайнера. И левел-дизайнер занимается тем, что расставляет все на примитивных фигурах и много-много плейтестит, итерирует, проверяет, что все интересно, что все хорошо, призывает других людей на помощь поиграть вместе, потому что у самого глаз замыливается и так далее и тому подобное. Очень часто это выделяется в отдельную должность, у которой, соответственно, есть свои градации, то есть есть как начинающие левел-дизайнеры, так и ведущие левел-дизайнеры, в то время как не у всех из этих специальностей есть такое разделение. Про левел-дизайн в рамках этого мероприятия будет отдельная презентация, на ней вы можете узнать подробнее. Ну и, наконец, те, кого обязательно нужно упомянуть, это UI-дизайнеры и премию-менеджеры, дизайнеры монетизации. UI, как User Interface, это интерфейс вашей игры. Это то, как игроки с ней взаимодействуют. Все окна, все кнопки, все тул-типы, все бары здоровья, маны, чего угодно. Все это должно обязательно быть наглядным, все это должно быть интуитивно понятным, это не должно резать глаза. И если в вашей игре для совершения простейшего действия, которое игрок знает, что совершается и хочет совершить, но нужно при этом прокликнуть каких-то 20 непонятных окон неясных, то игрок просто забьет и не будет в это играть. Вообще очень важно вести параллельно разработку какой-то фичи вместе с UI-дизайнером, потому что если фича дизайнится без учета UI или хотя бы приблизительных макетов, по которым можно утвердить, то есть высокая вероятность, что вы сделаете что-то не так, потому что уметь в UI это отдельная должность. Соответственно, UI-дизайнерам очень важно иметь графические навыки работать в таких программах, как Adobe XD или Figma, вот насколько я знаю, самый стандартный, ну и работать с графическими планшетами, векторной графикой. И подобно обычным дизайнерам и техническим дизайнерам, у UI-дизайнеров тоже есть своя техническая должность. То есть когда человек, обычный UI-дизайнер создает макеты экранов со всеми кнопками, может быть связанные между собой, которые можно прокликать, то технический UI-дизайнер уже опять-таки в рамках движка производит верстку внутриигрового интерфейса и делает из него действительно рабочий интерфейс, чтобы все кнопки нажимались, чтобы все функции выполнялись и так далее и тому подобное. Это тоже отдельная должность. и это не столько дизайн внутриигрового мира, но он, тем не менее, точно так же важен. И, наконец, самая, пожалуй, свежая должность во всех этих рядах это revenue manager. В современном мире есть очень популярная вещь под названием мобильные игры. И так уж сложилось, мобильные игры содержат в себе много того, что не нравится классическим геймерам. Это микротранзакции, это, по сути, читы за деньги. И вот это вот все. И так уж вышло, что мобильники есть в карманах абсолютно у всех, даже не у геймеров. И рынок мобильных игр в ответе примерно за 50% всей выручки с игр в мире. Каждый год уже несколько лет. То есть мобильные игры зарабатывают столько, сколько компьютерные и консольные вместе взятые. Соответственно, самая стандартная модель это уже free-to-play, когда само использование игры бесплатно. То есть но ты можешь покупать внутри разные шмотки, там уровни, валюты, что угодно. Все эти мегатранзакции, все эти платежи должны бесшовно сливаться с внутриигровой экономикой и дизайнер внутриигровой экономики в таком случае превращается в revenue менеджера. То есть ему важно уже следить не только за внутриигровым балансом экономического мира, но и за тем, как это все связано с реальным миром и реальными деньгами. Еще важнее аналитика. Тут вам уже придется следить просто за метриками проекта. И соответственно все скидочные предложения, купить что-либо, все лутбоксы, вероятности дропов предметов из лутбоксов, наполнение батлпасса, сколько времени дается на батлпасса, сколько матчей нужно отыграть, чтобы пройти батлпасс опыта, получить все получение контента игроками и сколько приятного контента дается игрокам, как предлагается за реальные деньги, все это дизайнится revenue менеджером. Относительно молодая вещь в масштабах всего геймдева, но тем не менее очень важная. Причем еще далеко не везде это выделено в отдельную должность, зачастую этим занимаются просто другие ребята, более дженералисты, и соответственно, так как это невыделенная должность, процессы местами еще и не отлажены. Если вдруг вы не испытываете отвращения от подобных вещей, тем более любите ворочить деньгами, то это явно будет для вас. Соответственно, можно еще рассказать немножко про градацию геймдизайнеров. То есть, есть начинающие, которые могут заниматься чем-то одним из перечисленного мной, ну и там потихоньку учиться остальному, что необходимо в рамках проекта для того, чтобы продвигаться там по карьерной лестнице. Есть мидлгеймдизайнеры, просто геймдизайнеры. Это человек, которому уже не нужен отсмотр, которому можно дать задачу и быть уверенным в том, что он ее выполнит и грамотно проведет до конца. Есть, соответственно, синьор геймдизайнеры, старшие геймдизайнеры. Это люди, на которые не только грамотно выполняют задачу, но и, во-первых, способны сами активно их генерить, хорошо разбираются в проекте и знают, куда ему двигаться дальше. А во-вторых, это люди, которые способны обучить новичка. То есть, если грамотный исполнитель еще не факт, что хороший учитель, то синьору так или иначе нужно им стать. И отдельно от синьора есть также ведущий геймдизайнер. Это человек, который максимально погрузился в менеджмент и в ответе за небольшую команду геймдизайнеров, за раздачу им задач, за поддержание баланса нагрузки между ними, чтобы один не сидел без дела, а второй не был при этом загружен доверху. Человек, который ведет команду геймдизайнеров. Примерно вот такие могут быть градации. Ну и в частности у левел дизайнеров они по всем уровням отдельные. В то время как может не быть старшего нарративного дизайнера, потому что он может быть всего один старший, ему не нужны при этом медлые и младшие. Вот примерно все, что я могу вам рассказать в общих чертах про профессию и разные ее виды. Конечно, это далеко не все и обсуждать можно очень много, но в рамках этой презентации я закончил. И давайте теперь перейдем к вопросам. Насколько необычным референсом спикер однажды вдохновился для создания чего-то? Насколько легко и широко может простираться вдохновение? Насколько необычным? Слушайте, ну, много чем вдохновлялся и МТГ, и Гандамами, ну, по своей специфике это роботы. может, а, вот, самым необычным, пожалуй, чем я вдохновлялся, это китайским фэнтези. Когда я как метафичу вел ивент на лунный Новый год в нашей игре, это, соответственно, Новый год, который отдельно празднуется в азиатских странах, я для контента в ивент черпала вдохновение в китайском фэнтези, я засчитывался этими книгами в свое время в университете, и это относительно уникальная вещь, в которой не разбираются другие, которая мне однозначно помогла сделать успешный ивент. Так что даже если вы читаете какую-то нишевую литературу, это может вам сыграть на руку. Почему разработка игр в России сейчас не особо популярна? Пятые герои, Корсары, Лоды, да, замечательные вещи, засиживался. Ну, здесь сразу идет смещение, так сказать, приоритетов. Разработка игр в России сейчас популярна. Непопулярна разработка полноценных пейдовых проектов, а вот мобильных игр очень и очень много. И можете считать, что я предвесят, но мобильный гендев это такой же гендев здесь. Все те же правила, хотя, конечно, имеется смещение по роду деятельности. Нужно учитывать уже и другие вещи, которые в пейдовых проектах не учитываются. В целом, я могу сказать, что полноценные, так сказать, проекты, которые, ну, в духе пятых героев, Корсара, Fallot, они требуют значительных инвестиционных вложений, потому что видеоигры это все-таки бизнес. На самом деле инди-разработчиков тоже полно, которые делают пейдовые проекты, но они работают на энтузиазме, они не получают с этого значительных денег, если только вдруг игра не выстрелит, но таких я в последнее время из России не помню, откровенно говоря. И все вот эти пятые герои, Корсары, Allod, все делались на вложениях инвесторов, и такая уж сложилась ситуация, в том числе во всем мире, не только в России, что инвестиции идут в мобильный рынок, потому что он гораздо более выгодный по соотношению вложенных усилий и полученной прибыли. и сколько бы тысяч человек не играло и с принципа не заносило деньги в мобильные проекты, всегда найдутся особо богатые люди, для которых это просто копейки, которые не моргая могут занести в игру несколько тысяч долларов, в то время как за пейдовый проект ты заплатил там сейчас уже 70 баксов и все, и больше не занес, и больше с тебя разработчик ничего не получил. Соответственно во всем мире сейчас очень сильно инвестируется в мобильный рынок и остались из крепких игроков только ребята, которые прям закоренелые. Это всякие Ubisoft, это всякие компании на инвестициях у Sony, у Microsoft, это Valve, которые давно уже не делают игры, по сути, оживут с процентов стима. То есть да, к сожалению, динамик рынка такая, что пейдовых проектов становится все меньше. Почему говорю к сожалению? Потому что я сам, как, например, любитель жанра Immersive Sim наблюдаю, что в нем просто-напросто ничего не делается, потому что это гарантированно сингловая игра, в которой даже мультиплеер это нет, как правило. Хотя сейчас ребята из Arkane делают мультиплеерную игру с элементами Immersive Sim, мы посмотрим, что у них получится. Были ли у дизайна баланса ваших игр забавные и курьезные случаи, как, например, недавно встречавшийся в новостях какой-то ученый вов уничтожил рейдбоссы с помощью бомбы? Ну, конечно, когда игроки находят занимательные и интересные возможности сломать баланс, это может быть весело, но не всегда хорошо. Из таких курьезных случаев могу назвать, что была возможность формить внутриигровую валюту за счет нанесения урона самому себе и последующий отхил этого урона. Это мы сравнительно быстро залатали, но довольно казалось бы очевидный лупхол, который можно было использовать для получения валют. Часто ли кодеры переквалифицируются в геймдизайнеров? Я таких не встречал. Есть ребята из КОА, которые переквалифицируются в геймдизайнеров, есть ребята из саппортов, которые переквалифицируются в геймдизайнеров. Соответственно, да, мобильность внутри компании присутствует и частенько люди, которые не могут пройти на геймдизайнеров, идут куда-то еще. Я, например, успел поработать в маркетинге в Ubisoft. Разработки там, правда, не было в этом офисе. Очень классный опыт, кстати. Кодеров редко встречал. Кодеры, они на вес золота и, как правило, им по разным соображениям нет смысла переквалифицироваться. Какое будущее в индустрии видеоигр вам виднеется? Это однозначная доминация компаний с большими инвестициями и мобильного рынка. Вот недавно, к сожалению, была новость, что Sony не утвердили разработку сиквела Days Gone, потому что он получил относительно низкие оценки у пресса, несмотря на то, что был финансово успешен. То есть однозначно пресса влияет у больших игроков. Это гораздо большее в количестве количество инди-игр, потому что очень много людей горят в индустрии, очень много людей любят игры, очень много людей делают проекты, которые они хотели бы видеть, но, к сожалению, без должного маркетинга игру мало кто заметит, и она повисит недельку в недавно вышедшем Steam, а потом пропадет с радаров индустрии с очень большой вероятностью. Но зато таких игр очень много, и вот свой вкус всегда можно будет найти, я уверен. Ну и, конечно же, это мобильный рынок, очень обширный, построенный целиком на микротранзакциях, от этого мы уже никуда и никогда не уйдем, и, возможно, игры будут становиться более массивными, как, например, Genshin Impact, потому что это полномасштабная зельда на мобильные устройства, но, конечно, для этого нужны китайские ресурсы, у них там отдельные заморочки с тем, что они работают 20 часов в сутки, 7 дней в неделю. Проекты впечатляют, но жить я бы так не хотел. Как попасть на позицию джуниор-гейм-дизайнера в большую компанию, которая делает игры для ПК? Большие компании, которые делают игры для ПК, практически не набирают джуниоров, поэтому сразу погнаться за мечтой у вас, скорее всего, не выйдет. Более того, скажу, что очень сложно устроиться джуниором без опыта. Вот, на самом деле, это основная проблема. Даже если в большой компании типа тех же самых Ларьенов, которые есть у нас в России, где даже мои знакомые люди работают, даже если они вдруг набирают джуниоров, в первую очередь они будут брать тех, кто уже успел поработать на должности. Поэтому, если вы хотите поустроиться гейм-дизайнером, в первую очередь, и у вас нет опыта, то в первую очередь вам нужно пройти хоть кем-то из перечисленных мной, хоть в какую-то компанию. Потому что человек, который успел в этом всем повариться, уже понимает относительно, как работает индустрия в целом. А как я уже сказал, мобильная индустрия и полноценная индустрия это очень схожие вещи. Он будет цениться гораздо больше. И возьмут в первую очередь его, а их на рынке достаточно. Так что, если вы хотите попасть гейм-дизайнером в большую компанию, которая делает игры на ПК, сначала побудьте гейм-дизайнером в тысячи других компаний, которые делают мобильные игры. Тогда у вас будет вероятность хотя бы это сделать. Почему в России не делают игры на консоли? Сложность с получением девкита? Нет, девкит получить несложно. Я сам знаю, что ребята идут на это. Просто это значительно более затратно, чем делать игры на компьютер в принципе. Хотя те же Unity, Unreal, они предоставляют свои API-шки для консолей и с самой компанией тоже можно связаться. По-моему, они предлагают аренды девкитов, если не они, то сторонние. Но это все просто гораздо более затратно, чем сделать игру на компьютер. Как выглядит идеальное резюме геймдизайнера? Особенно на начинающих позициях у вас не обойдется устраивание на работу без тестового задания. И там, конечно, будет ролять тестовое задание. Но, конечно же, оно дается уже после резюме. и в нем хорошо описать ваше образование, каким бы оно ни было, даже не связанным с геймдизайном. В нем важно описать ваш опыт работы, опять-таки, даже если он не связан с геймдизайном, просто. И очень важно описать, что вы любите игры, какие игры вы любите, какой у вас есть игровой опыт. грубо говоря, насколько обширен ваш в этом кругозор. Очень хорошо, если это подходит под жанр того, на какой проект вы устраиваетесь. Ну, и там, конечно, не должно быть таких вещей. В духе у меня пять лет опыта работы в индустрии и ссылка на инди-проект, который в открытые тестирования даже никогда не выходил. Это, ребят, несерьезно. Уж извините. Будут ли развиваться VR-игры Стоит ли развиваться в этом плане? Да, однозначно будут. Сейчас это все еще молодая индустрия с большими сложностями. Это и как проблемы взаимодействия VR-интерфейсов с людьми, это укачивание и все остальное. Все уже изученные при этом обходы этих проблем. Но как показали Valve, которые явно не нуждаются в финансировании, поэтому могли увидеть то, сколько угодно денег, на VR можно делать уже не только аркадные проекты, но и полноценные сегловые сюжетные игры, как Half-Life Alex. Это прям хоть и небольшая по времени, но игра игра. Я уверен, что как они делали раньше, они показали, что это возможно и это явно будет появляться на рынке. Но, конечно, это все еще сделать гораздо сложнее, потому что сама технология еще молодая, не отлаженная. Мало у кого есть девки-ты под VR, поэтому процент таких проектов будет мал, но он будет расти с ростом самой технологии. Игроков нужно доказывать за использование багов, которые вы долго не можете подчинить. Если это баги, ломающие баланс, ломающие честноту вашей игры, и вы знаете о их существовании, и вы не можете пока что их предотвратить, да, однозначно нужно наказывать игроков, предварительно по всем каналам предупредить. То вы знаете о таком баге, вы не одобряете то, как он влияет на игру, и вы будете отлавливать и карать тех, кто это делает. Это однозначно делать надо, чтобы максимально поддерживать честные условия в игре. При этом я не поддерживаю баны за модификацию сингловых игр, как это, например, делают в GTA. Да, там, конечно, есть онлайн составляющая, но они из-за моды даже в сингле банят. Это немножко несерьезно, я считаю. сценаристы работают в команде человек 10-15 или небольшая группа. Также сложно ли устроиться на работу сценаристу? Я думаю, что в особо больших и особо сюжетных играх, таких как, например, визуальные новеллы, где это тупо много-много сюжетов, может быть больше одного сценариста, конечно, потому что это, по сути, основной дизайн этой игры, который в ней есть. И соответственно, небольшие группы там могут работать и возможно даже большие. Я, честно говоря, не работал над визуальными новеллами, я знаю таких людей, но у меня такого опыта нет, так что подробнее я не расскажу. Хотя на первой своей работе я занимался по сути написанием квестов в больших количествах, но туда было несложно устроиться. Я бы не назвал это прям сценаристом, но строиться было несложно. Ну и если у вас уже есть опыт работы сценаристом, то вас скорее всего с руками отработут, а вот на начинающему, на полноценного сценариста пройти будет сложно. На нарративщик, как я собственно говорил. Есть ли шанс того, что индустрия гемдева когда-то выберется из конвейера бесконечных мобилок казуалок однодневок? Гиперказуальные игры, так называемые, это отдельный сорт игр, как раз таки зашел, поиграл один день и забыл навсегда. Их очень просто сделать. У них вот как раз таки в отличие от медкорных и даже просто казуальных проектов совсем иначе выглядит флоу разработки. Это уже совсем другая индустрия. и они никогда не уйдут. Уже они приносят опять-таки за сравнительно небольшие усилия довольно заметную прибыль за счет рекламной монетизации и они всегда останутся на рынке. Если вы их не признаете, это ваше право, просто не работайте над ними, не имеете с ними дел. более сложных и захватывающих проектов на рынке тоже всегда будет полно. Никогда не будет такого, что весь Steam и все App Store и все Google Play будут заполнены целиком только гиперказуальными играми. Но нет, они никуда не уйдут. Разработке нужен вообще UX дизайнер или можно обойтись без них? И сильно очень зависит от маркетинга успеха игры или можно надеяться на сарафанное радио? UX дизайнер однозначно нужен. Это, как правило, опять-таки ребята из UI, потому что они отвечают, как я рассказывал, за опыт игрока в реализации фичей, за то, насколько удобно фичой пользоваться. То есть она, да, дизайнер фичи может расписать правила того, как она сделается, но сделать ужасный UX, и тогда фича будет провальной. Так что навыки понимания того, что удобно игроку, как игроку лучше сделать, очень важны при разработке. И вообще UX должны заниматься все. Но если это выделено отдельной должность, это, как правило, в моем опыте совмещено с дизайном UI. Успех игры от маркетинга зависит очень сильно. Без маркетинга, ну вот, если вы просто выпускаете игру в Steam, крайне, крайне, крайне маловероятно, что она выстрелит. Потому что на самом деле яркие скриншоты, яркая обложка, привлекающая внимание, это все тоже навыки маркетинга. И даже если у вас нету отдельной закупки рекламы, вы все равно должны хотя бы правильную иконку сделать, чтобы она привлекала внимание людей. Потому что сейчас рынок очень обширный, игровой, в том числе инди-проектов. И те, кто не выделяются на фоне всего этого информационного шума, те просто в нем и тонут. На сарафанное радио можно надеяться, но шансов столько же, сколько в лотерейке. ее выиграть. Самый наглядный пример сарафанного радио, который я могу увидеть, это недавние Fall Guys, которые вышли, при этом надо отметить, в PlayStation Plus. То есть это на самом деле уже сам себе маркетинг, но за счет того, что ее бесплатно раздали сходу очень большому количеству людей, которые ее разом попробовали, и да, она им зашла, хоть и кратковременно, она выстроила, в том числе, на компьютере и собрала довольно много ревеней за покупки. Так что сарафанное радио возможно и без всякой помощи со стороны, но крайне маловероятно. Если у вас есть маркетинг или связи в Sony, Microsoft, можете попробовать без маркетинга, да. как дистанционка влияет на разработку игр во время карантина? Могу сказать на том, что я сейчас знаю по своей компании, что именно со стороны геймдизайнеров практически не влияет. Да, конечно, собираться лично и обсуждать что-либо, это очень удобно и экономит время. Но вот геймдизайнеры у нас относительно мало потеряли КПД при переходе на удаленку. Мои знакомые коллеги из других компаний говорят о том, что там уже просто. Их компании заметили, что нормально работают на удаленке и перестали снимать офис, они теперь все на удаленке. Так что да, сейчас благодаря резкому коронавирусу и уходу всем на удаленку. У многих компаний, которые придерживались офисного формата работы, открылись глаза и они стали набирать людей со всего мира. Поэтому сейчас очень высока вероятность, что какая-нибудь московская, питерская или даже зарубежная компания наймет вас на удаленку без релокации. Так что шансов устроиться в хорошую компанию сейчас стало больше благодаря удаленке и она не слишком сильно влияет на разработку игр. Большое вам спасибо за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Про левел дизайн, про UI и также разборы нескольких игр вы можете увидеть далее на этом мероприятии. Большое вам спасибо. Я отключаюсь. левел дизайн, левел дизайн, левел дизайн, левел дизайн. Я отключаюсь.